Любимая дочь выходит замуж и родители дают ей свои последние наставления. Как все происходило тогда, несколько столетий назад, гости не просто услышали, увидели воочию. Соединить нити прошлого с настоящим попытались и в соседнем зале. Испокон веков буряты передавали друг другу священное знание. Знание своей родословной. Детям с измойства приходилось ее заучивать. На больших праздниках им предлагали рассказывать все родословное как сначала, до конца, так и в обратном порядке, на этой середине. Если они ее не знали, то предлагали обращаться к бабушкам и дедушкам, чтобы они побольше с ними разговаривали и заучивали ее. Тут же все желающие смогли получить совет, как найти недостающие пазлы своей родословной. Это тоже часть ускользающей истории. Старомонгольская каллиграфия. Говорят, чтобы освоить ее достаточно буквально трех месяцев. Монгол-бышик известна наше древнее письмо, а каллиграфия – это просто искусное письмо. Уран-бышик. Поэтому это очень красиво, это очень притягательно. Восстанавливает даже здоровье. Писать можно не только на рисовой бумаге. Хранитель фонда Национального музея продемонстрировала гостям грифельные дощечки – самбар, по которым в буддийских монастырях обучались хувараки. Но если дощечки – это уже прошлое, бурятские народные игры до сих пор не теряют популярности. У меня за спиной ребята показывают, как раньше играли шага. Минут 10 до этого они показывали мастер-класс, как разбивать хребтовую кость. Разбивание хребтовой кости приносит хозяину благодать. То есть надо обязательно хребтовую кость разбить дома, чтобы благодать земли оставалась в доме. Живая история Сагалган проходит в музее уже во второй раз. По многочисленным просьбам пока собираются повторить и в 3-й, 22 февраля в 2 часа дня. Кстати, здесь же вам могут нагадать, что сулит год желтой земляной свиньи. У вас, если вы загадали желание, если оно связано с деятельностью какой-нибудь предпринимательской, ну, например, что-то вы задумали такое? У вас ждет успех. Успех в делах нагадали и мне. Ксения Шабаева, Батогармын, Новости дня.